Приветствую вас на поле. Вы знаете, насчёт терапии, насчёт психиатра я вам, пожалуй, не подскажу, потому что диагноз ставит не совсем занятие психологом, вот. Но по описанию я могу вам, конечно, что-то сказать. Правда, не думаю, что вам будет особо приятно это слышать, но тем не менее. Значит, смотреть. Вы описываете страх, боитесь всего, как вы говорите. И здесь у вас есть проявление как агрессии, так и страх смерти присутствует у вас. Вот, значит, тут у нас, тут у вас ещё есть и страх полётов. Вот, ну, немножко уже другая чуть-чуть история. Значит, смотрите. Вот, то, что вы боитесь умереть, да? А, ещё болезни, у нас ещё болезни есть. То, что вы боитесь умереть. Это связано с ощущением несвободы. Смерть у многих людей, я думаю, что и у вас, в том числе, ассоциируется как раз с свободой определённого рода. Вот, с одной стороны, безусловно, что это такое вот. Пугающе, да? Но с другой стороны, это, вместе с тем, как правило, обозначает свободу. Как правило. И, ну, потому что это вот что-то такое, да? Что-то другое, что-то вот, ну, что-то такое вот, как бы так сказать, переменчивое, да? Вот. Соответственно, вы ощущаете себя несвободны. Вот, вы ощущаете себя несвободны и хотите сбежать. То есть, вот, страх смерти, это такой вот, ну, можно сказать, что в какой-то степени стремление сбежать, стремление убежать от какой-то, ну, проблематики, скажем так. Вот. Соответственно, здесь нужно смотреть, какая именно проблематика у вас имеет место быть. Ну, вот, видите, что, там, что у вас это началось, там, три года назад, да? Вот, соответственно, значит, что три года назад произошло такое, что, вот, значит, вызвало у вас это ощущение. Желание, желание убежать, там, например, да, ну, может быть, там, что-то ещё, ну, что-то ещё есть. А, дальше, если мы говорим про страх того, что, вот, к вам рвутся преступники и так далее, да? Это про агрессию. И, соответственно, агрессия, как правило, опять же, связана с тем, что недостаточно физического или эмоционального и или эмоционального отреагирования. То есть, вот, вы недостаточно эмоционально или физически реагируете на, ну, на какие-то вещи, скажем так, да? На какие-то вещи, происходящие с вами, то есть, э, недостаточно для себя, на них вы, на них вы реагируете, вот. То есть, там, в принципе, э, ну, можно, можно было бы, э, реагировать немножко по-другому, да? Вы реагируете, соответственно, вот так. Так, и вас это, ну, к сожалению, как можно вот увидеть, вас это не, э, устраивает. Вот. То есть, э, копец этой стороны. Дальше. Э, э, что касается болезни. Что касается болезни. То есть, вот то, что вы боитесь, э, именно, вот, ну, болезнь такой, да? То, что вы боитесь заболеть, всякое, всякое такое. Э, страх болезни – это, э, проявление истерическое. То есть, это, проявление истероидное. Э, э, за истероидным, за истероидным проявлением, э, как правило, лежит, э, потребность во внимание. То есть, вам будет, не хватает внимания. Не хватает какого-то, какого-то такого, ну, чувства, может быть, значимости. А, ну, ну, своего чувства значимости вам не хватает. Вот. Соответственно, э, поэтому отсюда и возникает вот этот вот, э, этот страх болезни. Теперь, э, немножечко про механику, э, поговорим о страхах в целом. Значит, э, понятно, что, э, страх бывает разный и понятно, что, может, э, страх и защищать, да, и что, в общем-то, это естественно. Ну, во-первых, э, страхи бывают нерациональными, откровенно нерациональными. Вот. Э, это, ну, один такой вот момент, э, что страх откровенно нерационален. Ну, ну, расходится, значит, с, э, реальностью, да. С другой стороны, страх связан с запретом на какую-то потребность, на какие-то желания. Вот в данном случае можно говорить о том, что вы, как раз-таки, себе, э, ну, сформировали запрет, да, как раз-таки сформировали себе запрет на, вот, э, свои желания, которые, значит, теперь проявляются вот в виде страха. И, соответственно, если вы себе, э, э, свои желания, ну, разрешите вновь, то, как, я надеюсь, как, я надеюсь, вы понимаете, э, э, что ситуация вновь, э, сможет, э, э, ну, ну, наладится, да, ситуация вновь, сможет, э, э, как бы выправить, вы перестанете бояться, вы перестанете бояться, вот, хотя, понятно, что, э, вам может быть, может быть потребуется время, Время, конечно. Вот, время для того, чтобы как-то вот оправиться, да, как-то вот, нажать, нажать, привык, привык. Наконец, последнее, что хотел бы вам сказать, это то, что подобное состояние, когда вот вы чувствуете себя определенным образом, оно вам может что-то давать на это состояние, то есть вы можете от него что-то получать для себя. И это, я бы сказал, очень-очень важный момент. То есть, какой результат, какую выгоду, можно так сказать, вы получаете от этого состояния. Пока данная выгода не будет вам, скажем так, осознанно, пока вы ее не увидите, скорее всего в этом состоянии вы будете пребывать. И выходить в него вы не захотите. По совершенно, ну, с понятным причинам, да, вот. Потому что вы можете просто банально потерять, банально потерять то, что вот сейчас у вас есть. Ну, ну, по вашему, по вашему мнению, понятная идея, что по вашему, по вашему мнению только, но вы можете потерять. Вот, ответственно, вы будете, ну, держаться, вы будете держаться за вот как раз данное состояние, чтобы не лишиться того, что у вас есть сейчас. Вот, поэтому это такое очень неоднократное состояние, которое нужно последовательно разбирать. По поводу того, что вы уже были, как я понял, на психотерапии, то этого, опять, ничего не значит. Потому что, во-первых, ну, как бы все сказали, что разные. Вот, во-вторых, ну, может быть, как раз проработка той проблемы и спровоцировала появление данной проблемы. Вот, я, безусловно, безусловно не знаю наверняка, но, как бы, все может быть. Вот, поэтому тут тоже то, что вот вы говорите, да, по поводу того, что мне не помогло и так далее. Ну, что-то мне то делали. А может быть, опять же, не хотели, чтобы вам помогло. Потому что бывает такая ситуация, что люди приходят на терапию и, вроде бы, занимаются идеей, но в то же время не хотят, не хотят реально, реально что-то в своей жизни менять. Потому что могут, опять же, потерять то, что у них есть. Вот. То есть, посмотрите, вот, ваше состояние, да, вам позволяет, что делать. Позволяет вам, например, вапнивку, вапнивку, сможем бить, быть, виски пить, устанавливать, да, хотя это, вроде как, запрещено. Вот. И все делают, все вам позволяет. И, вряд ли от подобного, вот, давайте, как бы, ну, честно, да, вряд ли от подобного вы достаточно легко откажете. То есть, мне понятно, что если вас спросить, вы, ну, вы скажете, да, конечно, я хочу, это все, я понимаю, это не здорово, не круто, вот. Это все вы скажете, да, безусловно. Ну, тут немножко, вопрос немножко в цели другом, да, вопрос больше касается, наверное, вашего такого, такого подсознания. Вот, а оно, оно вам не сказать, чтобы особо, значит, ну, подчинялось, да, вот. Поэтому, обратно, не нужно себя обманывать, вот, и так далее. Опять же, шок, страх, для чего-то нужно, что-то он вас защищает. Вот, страх, для чего-то защищает. Вероятно, опять же, вот, если так вот, довольно грубо сказать, то, вероятно, вы считаете, что, если вот своим желанием вы, например, подойдите, да, если вы, ну, позволите, позволите своим, своим желанием как-то вот, ну, реализовываться, реализоваться, если вы позволите, то вам будет плохо. И, ну, вы можете считать, вы можете считать, что вам будет, как-то вот, ну, из-за этого не по себе. Вот, и тут тоже такой вот достаточно, ну, достаточно важный момент, потому что напрямую связан с тем, как вывод к себе относится, опять же, да, понимаете? Вот, такая вот история, я надеюсь, что это было вам полезным. Надеюсь, что вы примете верное решение во всех отношениях лучше для себя и поработаете со своими проблемами, вот, ну, не будете пытаться их расанализировать, как это вы делаете сейчас. Хотя, не исключено, что вами, вами также руководит некий вот страх. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго, надеюсь, что ситуация разрешится и вы примете наиболее верное решение вашей ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...